Восемнадцать, ого, а это значит шо? Выходит новая серия. Заходите в гости. А на сегодня у нас серия одиннадцатая. Один плюс один. Ты не один, мы двое. Ты да ядом и с тобой. Серия одиннадцатая. Поехали. И на следующий день Катерина поднялась с постели раньше обычного, топталась по комнате, вздыхала, подходила к шифонеру, рылась в тряпках своих. Лежал с открытыми глазами и Григорий. Они давно спали по разным комнатам. Слушал, как собирается хозяйка. И думал. Думу свою. Катерина добралась до железнодорожного вокзала, где села в автобус, заняла место у окошка. И пока ехала, смотрела немигающими уставшими глазами на проплывающие мимо дома, деревья, пустыри, перекрестки дорог. На нужной остановке она вышла и побрела вдоль улицы, где, по ее сведениям, проживал сын Кости Большого. «Витька». Да, брести попусту было просто бессмысленно. И она решила постучаться в первые же ворота. И на этот стук вышла женщина примерно ее лет. И на вопрос Катерины, знает ли та таких-то, ответила, что знает. И указала даже на дом. К Витькиному дому подбиралась не спеша, обдумывая, что скажет. Только бы тот никуда не ушел. И в появившемся в проеме калитки мужике, лет сорока пяти, она не сразу узнала одного из деток старика. Тот же, напротив, заулыбался и растопырил руки свои, будто собирается обнять народную ему тетку. Не родную, народную. Проговорил развязно в полный голос. Тетя Катя, какими судьбами? Давненько ты у нас не бывал. Ой, давненько. Да я у тебя вообще никогда не бывала. Вообще, начало было строго. Ну, здравствуй, здравствуй, тетя Катя. Заходи в дом, погляди, как я живу. Да что вас беспокоить? Я ненадолго здесь, решила схитрить Катерина. Была вот по делу в ваших краях, да решила заглянуть, попроведывать племянничка. А сама смотрела на Витьку и пыталась угадать, понял или нет, зачем она к нему наведалась. Вроде не понял, решила она. И правильно сделала. Родней приходимся. А вот друг у друга не бываем. Да вот не люблю я, Витенька, по гостям-то ходить. Придешь, просидишь не один час, а дома все стой там колом. Да еще и выпьешь, а потом и мучаешься вот это. Давление у меня прыгает. Нельзя. Потом глотаешь эти таблетки, как те конфетки. Глотаешь и глотаешь их. Оно мне надо такое? А еще и старик, как дитя малое. То пьяный придет, то лежит с похмелья. Ну вот и метишься, как угорелая там. Так ты замуж вышла? Спросил тот. А че одной-то? Помрет и еще выйду. Матка-то твоя жива? Одна живет? Или старика какого нашла? Подбиралась к самому главному. Карабкалась. Да жива, что с ней сделается? У Танюхи живет. Еще и попивает иногда, если подадут. Сидит целыми днями у окна, как в телевизор разглядывает прохожих. Сидит себе. И я люблю сидеть. Да вот только некогда. А так бы сидела и сидела. Отца твоего уж лет пять не видела. Ты-то у него бываешь-то? М? И спросила это, и замерла. Что же ответит голубчик? И услышала такое, что даже опешила. Не сразу сообразила, что и сказать. Да вот вчера был крепкий старикан. Бутылку с ним на двоих раздавили. И он хоть бы что, да сто лет проживет дед. Дед сто лет. И больше Катерине здесь делать было нечего. Повернулась. 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 Такая sizi безpen's. И сострадание, сострадание, сие. Михаил скончался неожиданно в областном центре, куда поехал проверять свое здоровье. Мария сидела или полулежала теперь в своем углу, где смыкается край веранды с бровнами избы, нерасправленными тряпицами, бросив ноги по ступеням. Небольшая и немаленькая, не старая, но уже и немолодая. Эх, выдыхала из себя время от времени. Эх, без слез, без крика, никто не услышит. Без сил к дальнейшей жизни. И стукнуло кольцо ворот, и отрешенные от всего мира глаза ее встретились глазами живущей недалеко Катерины Бережных, пришедшей взглянуть, не требуется ли помощь. Эх, громче обычно выдохнула из себя. И давай шарить по бревнам руками, желая, видно, за что-либо зацепиться и подняться хоть как-то. Так беспомощную и трясущуюся ввела ее Катерина сначала в сенцы, а затем и через порог. В прихожую дня два нетопленной избушки. Около заборки на старой железной кровати обе и устроились, продавив скрипучую сетку чуть ли не до пола. Гружная Катерина, обхватив руками плечи подружки, покачивалась. И слова ее в эти минуты были самые нужные, хотя, если внимательно послушать, напрочь лишенное сострадание. — Ну, че ты, че ты? — шептала она, словно уговаривала. — Ну, помер. Куда от этого деться? Жил человек, да и помер. И мы тоже все помрем. И все помрут. Все. Поплачут по нам, по тепленьким. И забудут. А жить надо. Надо дальше жить. Есть такое слово. Надо. Мы вот с тобой сейчас встанем и пойдем. Делов-то знаешь сколько? Ой, надо. Ой, сейчас. Ой, че-то это я в самом деле-то. И уже вытаскивала тетрадку с адресами родни. Расправляла сморщины от их сиденья покрывала на кровати. И все произошло, как происходит в подобных случаях. Привезли покойника. И съехала вся родня. Посидели кто сколько мог около гроба и свезли дорогое этому дому, но не живое, и потому ставшее ненужным тело на кладбище. И вся родня убралась по своим уголкам после третин. Валюша с Володей после девятин. И осталась хозяйка как бы ни при ком и ни при чем. Все. Закончено. Ни при ком, потому что привыкла быть при муже своем. Всю жизнь привыкла. Ни при чем, потому что по смерти Михаила отпала надобность во всем, во многом. Чем с утра до вечера был наполнен весь ее день. Сидит день-деньской в нетопленной избушке и ворошит память. Некуда идти. Неком заботиться. Да и сама она теперь никому не нужна. Конечно. Без чего ложись и помирай. А она делает. Долбит лед около общественных водоразборных колонок, тащит обрезки досок с расположенной недалеко пилорамы, поддежуривает немного, когда пропросят, попросят в местной школе, поддежуривает. Поддежущее прямо в здании техничка время от времени запевает надолго и беспробудно. И там с ней сидит. Но больше по привычке, чем по душе. И душа-то Марии вперед здоровье сдала. Это понимает подружка Катерина Бережных. Это чувствует она сама. На глазах видно. Вот вроде ничего не болит, жалуется она подружке. А вроде и болит тама. Те весь бета, что в сенцах не жило и холодно. Стрепенется, будто запамятовала печь подтопить. Пойдет в куть, черкнет спичкой. И замрет тама. И нельзя определить, то ли уж заодно прикурила и глубоко затянулась дымищем, то ли ждет, пока разгорятся уже поленья. Не понять. «Ну, что ты там застряла, а?» Грубовато скажет Катерина. «Ты слушай, чё я к тебе забежал-то, а?» И расскажет, как вечер долго не могла уснуть, как ворочалась сбоку-набок и как с тяжелой головой поднялась поутру. И так все к месту придется, что долго потом сидят, пьют чай, а в избушку, словно погостить, вернется жилой дух. «Ой, ты бы, Маруся, — советует Катерина, — ты бы поехала по родне, по детям поехала, а я за избой пригляжу, собаке вон чё дам, поросятам наварю. Съезди, милая, отдохни». И поехала, да не по родне, а в самую страну, где их бабы и пригнанные из Сибири эшелон разбирал завалы после бомбежек. Рыл в сорок третьем окопы, где от отчаяния, голода и холода зачала валюшку от подвернувшегося интендантишки, чё имя и сам облик давно потерялись у неё в памяти. Люба дорого вспомнить. Зачала не безумысла, а чтобы брюхатой вырваться из постылой неволи тогда. Не от работы бежала. На родину, где надрывалась мать, пухли от голода младшие братья и сёстры. Большой город ничем не напоминал тот военный, в котором водили их строем, словно издеваясь над самой женской природой, с песней и лопатами на плече. Разнаряжённая молодёжь, потухшие взоры равнодушных стариков, толкотня и несмолкающий гул всевозможного транспорта давили отчуждённостью, и даже, как ей казалось, враждебностью своей, заставляя почти заново переживать то, что испыталась здесь тридцать лет назад. Она всё вспомнила. Запахи битого опаленного кирпича, затхлых подвалов, откуда нередко извлекали замученных страхом и ненавистью людей. Гари, полыни и бог знает ещё чего. Враз вернулись и ошеломили своей неиссякаемой новизной. Никуда они, оказывается, не уходили от неё. Были в ней всё это время. Плохо ли, хорошо ли прожитые тридцать лет, что гораздо больше, чем отпущено для боли и для ярости. Ходила, останавливалась, поднимала голову свою. И не узнавала дома, не узнавала лица, а только запахи, ввергающие в тошнотворную муть, выворачивающие всё наружу. «Здесь?» «Нет». «Вроде здесь». Шептала себе беззвучно и замирая на месте, похожее на большую испуганную птицу. «Здесь?» «Нет». «Да вроде здесь». Говорила себе и переходила от одного дома к другому, пока совершенно измученная душой и телом не опустилась на скамейку около детской песочницы. Зачем понадобилось ей то место, где однажды в уголке за пустой и массивной в виде рюмки урной подняла грязный, измятый скелет селёдки? Подняла торопливо, и в то же время стыдясь этой своей вороватой торопливости. И, не обтерев, сунула в рот, языком, нёбом, слюной, нащупывая едва сохранившуюся солоноватость. А затем сидела на каком-то ящике с песком, а затем снова шла и снова искала, сама не зная чего, но чтобы утолить женскую свою потребность солёным, кислым, горьком. Потребность так и не утолённую, оставшуюся в ней на всю оставшуюся жизнь. «Забыла, такая-сякая», — горезно размышляла теперь. «Забыла». А ведь помнила. Все годы помнила. Да и как забыть ту себя, униженную приближающимся материнством, раздавленную страхом за будущее желанного и нежеланного детяти, а? Затравленную стыдом и ревностью к таким же, как и сама, пригнанным сюда на каторжную работу, но не падшим здесь, не потерявшим девичьей чести. Всю жизнь помнила, кто она есть и какой взял её Михаил. Достался он ей от умершей в родах чужой и незнакомой женщины, пришёл с печатью думы на лице, провёл трёхлетнего Володеньку, неухоженный, неустроенный, израненный, искалеченный весь. Долго привыкала к страшным рубцам на груди, на спине. Не могла взять в толк, чего он беснуется, бывая выпивши. Поначалу думала, не может забыть ту, первую свою. А много позже поняла, не в ней, в упокоенной страдалице дело, не в ней. А в чём тогда? Помоложе был, всё не могла удержать, всё рвался, летел куда-то, кому-то что-то доказать хотел. Сжигал последние остатки своего здоровья, мучился сердечный воспоминаниями о войне. Бывало, посадит её за стол напротив и говорит, 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 тараторит прям, машет руками, а потом вскакивает и ходит по избе. И опять говорит, говорит и говорит. И она слушала и терпела, нехай выговорится, мужик. И точно она успокаивался после этого, затихал и только лишь ночами скрипел зубами в тяжёлом сне. Помаялась с ним, в радость помаялась, даже и мысли не допускала, что счастье её бабье в другом совсем, в устроенном, в успокоенном. Любила, наверное, хотя и слов таких между ними никогда не было сказано, а любила. Он работал, и она работала, дом строили, полная чаша, растили детей. И дети-то их и жили в ладе, как родные брат и сестра, как сестра и брат. Подбежит Володька. Мама. Подбежит Валюшка. Папа. Эх, война. Измышление дьявольское, изобретение сатанинское. Всех подберёт. Все годы, что прожитая с Михаилом, стояла она между ними, эта война. Никогда не уходила. Одно время кочегарила в котельной совхозных мастерских. Выносила залу, видит, Володя лежит. Лицо такое хоть в гроб клади. Мама, мама, папка с дядей Гены пошли из ружей стреляться. И не стала доспрашивать, рванулась бежать. И уже на бегу считала выстрелы. Бах, бах, бах. Словно молотком било по сердцу. Это бах. Только бы живой был. Только. Только. То, что там произошло между ними, а залегли по оба конца недостроенной улицы. И ну, палить друг дружку картечью, а? Войнушки тут играть. Собаки рвут с цепей. И хоть бы один мужик был дома. Стал бы меж петухов этих, а? Не допустил бы смертоубийства. Выскочила прямо на подстреливаемое полотно дороги и закричала истошно и упала, как срезанная косой травинка. А в себя пришла только на кровати. А рядом на табуретке сгорбившийся, плачущий Михаил. Маша, прости, Маша. Повторял и повторял, не видя, что жена смотрит на него. Давно за все наперед простившая жена. Тогда еще простившая, когда пришел он насовсем, ведя за руку мальчонку. Долго хворала. Может, оттого и не велись у них совместные ребятишки. А как хотелось, ребятишек-то. Как хотелось. Мария не чувствовала голода, хотя с самого утра ничего не было во рту. А то, как с новой силой засосала под сердцем, тогда почувствовала. Почувствовала, как на опущенными школен руки упали первые слезинки, такие же горячие, как ими заливалось, сидя на ящике с песком. Тридцать лет назад. Эх, совсем как тогда на корольдечке, после получения извещения о смерти Михаила, выдохнула из себя безысходная, безутешная. Эх, и как в тот памятный день отрешенные от всего на свете глаза и встретились глазами наклонившиеся к ней теперь уже не Катерины Бережных, а незнакомой, но чем-то напоминающей оставшуюся в далекой Сибири подружку. Эх, громче прежнего выдохнула и захотела встать, но затряслась всем телом и тонко заскулила и безнадежно. Отдавшуюся чужой воле ввели ее в подъезд дома, помогли подняться по некрутой лестнице, усадили на диван. И слушала, по сути, те же слова, что говорила и тогда Катерина. Что это вы, милая? Да полно же сердце оторвать так. Пригодится оно вам еще. Жить надо, себя беречь. Но бывает трудно, у всех бывает. Но не оплатишь всего, не орыдаешь, не омоешь слезами. Я вот чаю сейчас вам подушечку под голову и успокоитесь, поднимитесь, делами своими займетесь. Ой, не беспокойтесь, добрая вы моя, приходила в себя Марья. Подниматься надо, идти надо. Да куда же вам в таком виде-то идти? Вот оправитесь, сил поднакомите, поднакопите и тогда. Ой, я вот уже... Ой, я сейчас. Ой, что-то я в самом деле... И уже сидели они напротив друг дружки за столом, вели беседу тихую женскую. Я ведь голубушка, голубушка вы моя, Мария Дмитриевна, три года назад мужа похоронила. Жили мы с ним не то чтобы очень хорошо, но не хуже людей. Трудился он недалеко здесь, зарплату приносил полностью, выпивал в меру, но чужих женщин не заглядывался. И все что-то не хватало в жизни. Ни денег, нет. А чего не хватало, ну уж даже и не знаю. Детей совместных не было, так многие и без них счастливы. Посмотришь на таких сытые, довольные, здоровые. Что им еще надо? То в кино пойдут, то в театр. Ой, все так, добрая вы моя. Ой, верно, Александра Васильевна, поддакивала Мария, поражаясь сходству судьбы своей с судьбой говорившей. Правда, нездоров был мой Аркадий Федорович. Да и как быть здоровью-то? Посудите сами. Три ранения, одно легкое, два тяжелых. Контузия. А как начнут рассказывать, в голове не укладывается. Как можно пережить такое? В болотах каких-то стояли там, реки холодной осенью форсировали, зимой в окопах мерзли там. И что ни медаль, что ни орден, так год, два, пять лет жизни как не бывало. И осталось нам с ним после четырех лет войны каких-нибудь два десятка годков на обустройство своего уже личного счастья. И слушала, словно трав целебных, настой пила. Слушала, в свою очередь, пересказывая и свою судьбу, что в войну оторвали их от семей и пригнали сюда. Как везли голодных, холодных, как цеплялись сопровождающие, а точнее охранники, как ходили за ними по пятам, если требовалось по нужде. матерились. И это было хуже любой работы. А потом бараки и никогда не покидавшие ощущения, будто и ты у своих же, у своих же в плену, будто провинился в чем-то и чем-то уронил себя. И так хотелось вырваться отсюда, так хотелось сбежать, без оглядки, не для безделия и праздности бежать, а для работы, только без сытых этих наглых морд, неизвестно кем и для чего поставленного над ними мужичья этого. С наганами стоят, портупеями, в незапыленных и неизмятых гимнастерках, но потому еще более гадких, потому еще более ненавистных. Правду, правду, говорите, голубушка вмея Мария Дмитриевна, и я на той работе была тоже, и бараки те очень хорошо помню, снесли их лет десять уже назад, вполне возможно даже встречались с вами, да и забыли, да друг друга ли нам было, есть хотелось, жить хотелось тогда-то. Ой, как хотелось, откликалась Мария, А ночь придвигалась, и осталась она наедине с собой в той комнате, где только что сидели с этой чем-то напоминавшей подружку Катерину Бережных, женщины, такой непохожей на них обеих, но такой родной, умевшей все понять и все объяснить. Городской Вон и квартира, не то, что у них с Катериной жилища, книги, большие рюмки на ножках в серванте стоят, но самое главное не верила, что работала на такой же черной работе в войну, не верилась, все сама нажила, значит, лицом белая, губы подкрашенная, где-то рядом с ней работала же ведь. Концерт прямо так какой-то, да и только, изумлялась Мария, изумлялась чистой простыне, подушке с чистой наволочкой, пахнущему свежестью одеялу и пластинки, какую поставила для нее Александра Васильевна. Чужая ее слуху музыка, словно на невидимых волнах раскачивала комнату, стол, стены и их самих, и голос, этот тихий мужской голос, говорил о том, что носишь в самом своем сердце, но никогда никому не говоришь. Только любовь, только любовь и сострадание. И уже засыпая, Мария повторила как молитву эти запомнившиеся ей слова, решив, что по приезде домой купит обязательно и радиолу, и точно такую же, как у Александры Васильевны, пластинку. Обязательно купит. Как в горнице Незабвенные памяти бабушки моей Анастасии Степановны посвящается. Необыкновенно тонкая, морщинистая, с огромными наростами на пальцах сидит старая Анастасия на тумбочке около печки, плотно прижав спину к прогретым кирпичам. Голову держит высоко, на лице кроткая улыбка и слезящиеся глаза смотрят куда-то далеко, самое начало жизни. На ней темная в полоску шелковистой материи длинная юбка из старинного покроя кофта. Голова повязана ситцевым с большими красными цветами платочком, а на ногах войлочные тапочки. Она очень любила в них ходить. Юбку и кофту она достает очень редко, по самым большим великим праздникам, каковыми признают только церковные. Вещи эти лет сорок отложены до последнего погребального дня. Все у ней заготовлено. Анастасия не знает даже сколько ягодков, может девять десятков, может даже более, а надоедавшим внукам иногда отвечает. Не помню в каком годе родилась на свет. Мама сказывала то ли на Петру в день, то ли на Николин и начинала считать. Дед ваш старше был меня на годов десять. из батраков матросы взял взяли его тридцати лет, а из японского плену возвернулся в девятьсот шестом. Тогда и посватался. А мне? Мне сколько было? Годов двадцать слишком. Столько и было. А в паспорте то с какого? Патчпорт дали после германской, когда клашке моей было годов десять. Ну, вот и считайте. Вы не грамотнее меня, да? Вот и считайте. Меня то некому было учить. То в поле, то на городе, то в стайке. Да и деток малых поднимало. В церкви дьячок пластырь прочитает. Мы и рады, родешеньки. Пластырь это книжка такая? Пластырь писан людьми праведными. Вот такой пластырь. А книжников Господь не любил. Только все беды от них. От их чернокнижников. Хм, а вот мы книжки читаем. Но беды от нас нету, продолжали надоедать внуки. Да сейчас и не поймешь, что деется то на том белом свете. Все вроде грамоты обучены, все да все. А мир все равно вверх дном стоит. Все до горы дрыгом. А вот и выходит, что прав был Господь Бог. сегодня для Настасья большой праздник, Рождество Христово. Сын капка на работе, невестка где-то по магазинам подалась, ребятишки в школе. Дела все переделаны, и суп как могла сварила, чайник на плите стоит горячий, все, заходите гости, ждем восемнадцать ого. Ну вот и приоделась, может и подружка Ароновна забежит, ноги у нее же крепкие еще, бегает, а не как у меня вармушель та, бегает, забежит, где она денется. Ну небось с утра в церкву сходила, свечечку поставила, и ее Настасью помянула, тоже, в своей молитве. Самая на лет десять не ходит уже в церкву, далеко, глаза плохо видит, и голова кружится. Палочка ее, которая брала за место посажка, давно уж затерялся, да и ни к чему она ей теперь. А тепло спине греет, печечка затопилась, вот сейчас дух пойдет по всей хате, тепло будет. Сердечко стучит ровно, тепло спине, мысли в голове светлые, только добрые, теплые мысли. И вот всех в памяти уже перебрала, всем поклонилась. Более всего печется душа о сыне, о капке. Он сейчас на работе мозолистыми руками железки там свои перебирает на своем том станке, по чертежам работая. Она его как могла, так и вырастила. В трудные довоенные годы учила шесть лет в Иркутске, в школе для глухонемых детей. Там при заводе Куйбышевой специальность получил, все выучили. Ездила, возила сальца, пирожков домашних, он их дюжи любит. Бежит бывало, завидев мать, по обличию совсем взрослый парень, а маячить что-то, лопочать там. Как-то дитетя за пирожками бегает. Да, вот как жилось ей, знаю только темная ноченька да мокрая от слез подушечка. В девятнадцатом погиб ее Семен. Мужчина из себя видный, не пьяница и не бабник, нет. Еще в порт Артуре спознался с большевиками, вступил в свою партию. Косомол. После плена вернулся в деревню, но долго в ней не жил, осмотрелся, сватов заслал и увез ее от дома родного в Тулун, где устроился на железку путевым обходчиком. Да и будто бы и не жила с ним она. То муж на работе, тот исправником прячется в лесах, то книжки мужикам читает, а меня кто прочитает, а? А сколько раз умолял на него не читать тех дурных книжек, а? Сколько раз плакала, вечно брухатая, а? Успев родить семерых ребятишек и похоронить четверых из них. И она сама теперь даже не вспомнит. И временами Настасья думала, уж лучше бы он горькую пил, все рядом и не покинул бы ее в лихую годыну. А старая Настасья может так сидеть часами, тепло спине, глаза почти не видит, но не умом, а памятью сердца еще и еще переживает те далекие годы, что гарью бед прошли через всю ее жизнь. Шести день отруду остался капка после отца. До трех лет не ходил, часто и подолгу хворал. И не знает мать, отчего привязалась к мальцу немота. То ли родился таким, то ли от болести. Рос ласковым, старательным, все. Оно на поле, а он закроет ставни в избушке, чтоб соседские ребятишки не видели и не смеялись. И вымоет все полы, все поделает по хате, все запорает. Придет из лесу с полным лукошком грибов, прикрытым сверху травушкой, смеется, разводит руками, мол, не набрал, нет, ничего нету. Смешно. Радовалась Настасье, что парнишка не мучается от своей немоты. Она радовалась. Только люди мешали их сиротскому житию. Пошла как-то в стайку, а нет коровы. Обегала все леса вокруг деревни, все тропиночки и полянки, ну нет кормильцы, нет. А ночью подбросили в ограду белую с черными пятнами шкуру жданки, еще пахнущую молоком. Все. Нашлась корова. Хорошо теперь Настасье до около печки. Спыну грее. Тепло. Тепло ласковыми мурашками пробегает по ребрышкам, разливается по животу. Вот только ножники хочется поджать под себя и ушла из них сила. Все. Стали будто чужими. Все. Ой, сколько прошли ее ноженьки. От деревни до станции девять километров, а обратно еще девять. От дома до рынка восемь, да и назад столько же. И все бегом, бегом, в припрыжечку, без остановок, пока молодой. Да и не один раз туда-сюда мотаешься, даже не считаешь. Дома корова, ребятишки заждались. Всякая курица без ухода не снесет яичко тебе. Не. И нечего будет есть пить. А она одна как перст и износилась совравка. Так она себя иногда называет совраска. Совраска это лошадь, что свели со двора люди злые, позарились на сиротской рубль. Все, помнит маленькое сердечко Настасии. Всякой беде нашлось в нем место. Когда убили в тюрьме Семена, ушла она с ребятишками в деревню, где был старенький родительский домишко там. Нужда заставила. Нечем было кормиться. А так ближе к земле. Вернулась квартирант, пущенный на время ей хозяйки, и на порог указал. Ты смотри-ка, И снова в деревню, где уже и печь прогорела. Пришлось на себе тащить каменюгу от речки, закладывать дыру, да и замазывать глиной. Ой, и еще пожалим. И ну раз Настасья тягостно сделается от воспоминаний, и чтобы облегчить душу, освободить от горечи и боли, начинает она говорить сама с собой. Ольга свела коровинку со двора, прогуляла с мужиками, оставила нас без кормильцы, а? На смертном одаре покаялась, прощения просила. Савраску эти битюги пропили, не дна им ни покрышки. Угу. И лицо в такие минуты делается у нее строже, вновь и вновь. Голос наливается силой, усохшая рука начинает дергаться вся. И слегка пристав у тумбочки, Настасья выкрикивает резко и непонятно. Все канули в тартарары, все, ничего не осталось, всех прибрала земля сыра, ничего не осталось, и, будто излив свой гнев, опускается она на место, и лицо принимает прежнее кроткое выражение, и тихим голосом заканчивает. «А я все живу. Нет, есть Бог на белом свете. Е». Никто и не брался разубеждать Настасью, есть ли Бог на свете. Не делал этого видный ее Семен Петрович, наше туда лезть. Он или слишком занят был, или полагался на время, а сам оставил ее одну на целых пять десятков лет. И похоронить-то по-людски не дали. Весть о смерти Семена принес знакомый охранник тюрьмы, куда его спрятали белочехи по наущению одной подлой души. Своего брата, железнодорожника. И долго там держали, цепями били. И забили насмерть. Угу. спрятали. И долго она затем ходила, маля о выдаче тела, а потом чтобы хоть могилку-то показали. Но всюду гнали. И только спустя месяцы тот же охранник свел на уязное кладбище, где Семена и еще двоих мужиков сбросили вниз головами в узкую яму, залили известью и зарыли там. Сосновый гроб, заказанный местному столеру, пылился там, на чердаке, пока не отдала по просьбе людей для захоронения бездомного батрака Ивленка. Ой, нет, не устала сидеть Настасья. Благодарит в душе внуков, наносивших поутру сухоньких дровишек. Так что кирпичи теперь вон какие теплые. Греет. В избе чистота, а часы-ходики отстукивают последние предобеденные минуты. Они считают. Скоро придет сын Капка, мать наладит на стол, он спросит движениями, где хозяйка, и она ему также и ответит, мол, подалась по магазинам. Угу. А потом он сядет на высокий порог покурить, а там и ребятишки из школы заявятся. И все это повторяется изо дня в день, стоит столько той лишь разницей, что с вечера поставил Настасья тесто, и сегодня порадуется семья ватрушкам, пирожкам, помпушки с чесноками и пряники будут. Так бывает в празднике. Так заведено много лет назад, и никак по-другому. Подавать к столу что-нибудь вкусненькое, вкусненькое будешь? Настасья вспоминает, есть ли у кур зерно, сытый ли поросенок, собака, вернулся ли с ночных бдений кот Васька, вечно он там ходит, бродит, ага. Помни также и о внуках, повязали ли на шее свои шарфы, надели ли теплые носочки, не забыли ли рукавички. На дворе ведь Рождество, морозы стоят лютые, обморозятся еще, остынут, не дай бог заболеют, угу, шо ты будешь делать, а? Всех надо запороть, всех и все, вновь и вновь, каждый божий день, угу. За каждым из четверых ходила она, невестке некогда, вратила вровень с капкой как-то лошадь, задумали дом строить, на старуху свалили все хозяйство, все, как-то лошадь, кобыляка я вам тут чешу, а сами как чумные, и ей нет покоя. Но в радость были все эти заботы, в радость, хоть и ворчала она, хоть и у нее будет свой уголок в новой избушке, свой закуток, будет, будет, где кости погреть, он как греет, а оттуда уже и отправится в последний путь, тепленькой. Ишь, какую ладную тумбочку смастерил ее капка, удобно телу, внутри сапожные принадлежности все, которые вынимает, когда требуется кому-то валенки подшить, проходившуюся обувь починить, все инструменты у нее там. Мужик все умеет, все может. Да где же моя Ароновна, м? Будто недовольно произносит друг. Где она шляется там, а? Забыла совсем подружка. Что, не хочет меня навестить? Где она там? А во дворе уже рвется с цепи собака. Инастасия спускает тело с насиженного места, хлопочет, суетится и бормочет про себя. Кого это леший там несет, а? Доброго ли человека, худого ли? И всматривается. И в клубах морозного пара, в переступившем порог человеке, узнает она подружку Ароновну. И счастью ее нет предела. О, пришла. Подружка моя дорогая, вспомнила. Пришла. Прыж кандыбала. Садись к печке, садись к печке поближе, тепло спине будет. Садись. И на столе появляются грибочки, брусничка, пирожки, ватрушки, дымящаяся картошечка и пол-литровка давнишней настоечки. Не для питья, нет, а для такого случая. Их напиток крепкий, по-сибирски заваренный чай. Ну, рассказывай, нетерпеливо просит она, где была, где жила, где тебя ноженки носили, как там твоя феня, как Михаил, внуки, хорошо ли батюшка в церкви служит? И Ароновна рассказывает, неторопливо попивая вприкуску чай. Распаренная, разомлевшая вся, она все рассказывает. Ты, Настасьюшка, знаешь, как живет моя феня? Ни врагу, ни другому какому человеку не пожелаешь. Ты все знаешь. Бьет ее сердечную, сморчок-то это, бьет. И плачет вона, слезами обливается. Так, 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 поддакивает Настасья. Бьет, значит, варнак, истязает, мучает. Да женщина-то она, ладно, и себя, здоровая. Что же, это же она все ж терпит, а? И не говори, моя хорошая, терпит, проклятого, все терпит. Надоело мне вот это все смотреть. И уехала я погостить к старшей, к Маруське поехала. Да и недолго гостила. А чего ж так, наклоняется Настасья? Болит, душа. Как здесь фене без меня-то? А ребятишки-то? Блинчиков некому даже испечь. И вернулась туда. Вернулась откуда и приехала. А твой-то капитан как свою очередь интересуется Ароновна? Ой, подружка, и не говори. Ревнует немчура-то Катерину. Ревнует. Спасу нет. И тянет удивленно Ароновна. Да каких же пор ревновать-то? Старый уже. Куда ревновать-то уже? А ты-то как? Как промеж двух огней? Опять-то все терпишь? Терплю, подружка моя, терплю. И разговор продолжается в таком духе, и вот уже старая Настасья тоненьким голоском затягивает. Как во горнице да во светлой. И вслед закрыв глаза вступает и Ароновна тоже. Сиди девица да пригорю не лазь. И хлопают дверью пришедшие школы рабы тишки и здороваются. Не снимая обуток проходят в комнату. С хорошей улыбкой на лице появляется Катерина, раздевается и песня звучит уже на три голоса. Как то девице да не печалится в мужья да старика люди сватают. Крестный ход Вот такая песня. Крестный ход следующая песня называется. Вдаль поселок лесорубов настоятеля храма отца Иоанна привело объяснимое в его сане рвение. Сам он был молод, рукоположился сравнительно недавно, а путь его к церкви лежал подлинно через тернии, если взять во внимание род занятий до того, как произошел в душе излом в сторону вызревшей потребности в молитве. Священник видел, что нравственность падает катастрофически, тем более еще лет пять тому, как падал сам, наигрывая на гитаре в молодежном оркестре. Что ж делать, если так сталося? Так был воспитан в семье, ничьей рукой не направлен и никем не остановленный. Пока в душе не прозвучал глаз Господа. О-о-о, я слышу. И бросил он оркестр, и пошел в церкву, попросил прощения и был прощен за то, что сумел перевернуть самого себя и не побояться насмешек недавнего своего окружения. и поехал в Сибирь, в один из негромких дальних приходов, где и стал служить ревностно, совсем присущим возрасту максимализмом служил. И только лишь со временем понял, что все не так, как думалось, как виделось, как мечталось, ибо чисто житейского опыта имел немного и начинало казаться неподъемным то великое дело, которому решил просветить всю свою жизнь. Правильнее будет сказать иначе. Великое дело служения Богу не может быть неподъемным, а вот достанет ли его собственных сил, чтобы достучаться до каждого погрязшего в грехах человека? Вот вопрос. Хотя наверное ближе и понятнее всякому мирянину тот, кто сам прошел через грех этот. Ну ладно, не судите и не будете судимы. Примерно с такой главной мыслью в глазах сошел Иоанн с автобуса и медленно брыл вдоль домов по обе стороны дороги. Из окон маячили лица любопытных поселян, соображающих видно, что это могло понадобиться здесь священнику, а? Что ты пришел? Определенного места, куда бы мог стремиться, он не имел и шел, надеясь, ведь должен был кто-то отозваться на его появление в этом дальнем поселке здесь. и привели ноги таким манером до поселкового совета, что было в его положении даже необходимо, ведь вторгался он на чужую территорию, где порядки какие-то все же существовали здесь, и не мог он с ними не считаться. Это как своими уставами в чужой монастырь, так? Правильно? «Вы, не знаю, как назвать, с какой целью?» повернул к священнику лицо мужчину, как видно, представляющий здесь власть. «Я с Божьим словом», просто отозвался отец Иоан и сел на указанный стул. «Против Бога и его заповедей я ничего не имею, но вот очень хотел бы поглядеть, что выйдет из вашего к нам приезда», категорически заявил мужчина и добавил, «Походите по поселку, поговорите с людьми, они, знаете, вчера зарплату получили». Сидевшая здесь же девушка при последних словах говорившего хмыкнула, а затем покраснела и быстренько выскочила из помещения. Она вот, кивнул мужчину вслед девице, правильно среагировала, «Народ у нас тяжелый, лесной, могут и матом, и кулаком, да, и еще чем, так что аккуратненько, гулять будут дня три-четыре, а работа все, стой, завсегда так, и вдруг добавил зло даже грубо, чем привел смущение теперь уже и отца, и Анна. «Вчерась», продолжал в том же тоне, «наряд пришлось вызывать, а кого урезоновать, а? Бабы пьют, ребятишкам наливают, весь поселок надо садить на суток на пятнадцать, кроме разве двух-трех старух, которые трезвые не потому, нет, что не хотели бы выпить, дне, а потому, что на ладану уже дышат, все, им нельзя, как выпьешь, так сразу и окочурится». Ну, устроили драку, все, один сел на трактор, и если б машина сама по себе не заглохла, то наделали бы делов тут, черт бы побрал такую мою должность, а, все это вывозить. И тут надо было что-то сказать этому черту. Остановите этот поток брони, что это такое? Ну, и положение мужчины нельзя было не посочувствовать. Молодой священник испытывал этого чувства растерянности здесь, неловкости в этом монастыре вашем. Не мог найти нужные слова, а потому встал, молча поклонился одной головою и направился к выходу. А вы можете переночевать в заежке, услышал вдогонку. Я старошторжу накажу там. Все одно автобус будет только завтра. Да и будет ли? Пожары, леса тут горят. И вот эти последние слова заставили вспомнить разговоры пассажиров в автобусе и неоглядную муть неба, сквозь которую летнее солнце маячило едва различимым пятнышком. Вспомнить и осознать, потому что местные газеты он не читал, а там, откуда приехал, леса не горят, да их попросту нет там, ибо не те масштабы. Попытался вспомнить где-либо читанное о лесных пожарах, но все известные ему писатели были склонны описывать половодье в пору весеннюю, стихию грозы или на худой конец метель, снежную бурю, пургу. Видно, и к этому надо привыкать в чужой для него сибирской стороне, в этом вашем монастыре-то. И машинально вокруг себя осмотрелся, но было все то же, что из окна автобуса, только за кромкой леса четче обозначились столбы серой завесы, словно поселок обложили многочисленными кострами весь. «Не боись, батюшка!» услышал вдруг и узрел ехидно оскалившегося мужичонку, приостановившуюся сбоку на разбитой дороге, что пролегало посреди улицы. «Не сгоришь! А сгоришь, так не сгинешь. Все мы там будем свой час. Подпевайте еще. У нас такие пожары каждый божий год. Привыкши мы, привыкши. Дождь пойдет и потушит все. Дождь будет». «А ты это, ты зачем здесь, а?» неожиданно выкрикнул и в том почудился вызов на шутовский диспут, а? «Може, скажешь, как огонь в душе моей погасить, а? Трубы!» И как-то боком пошел на ца боком выпейте в свою точную грудь. «Ну, может, скажешь, попик, а? Трубы горят!» Отец Иоанн быстро перехрестил мужичонку, повернулся, чтобы идти прочь, но словно наткнулся на холодные недобрые глаза, стоявших не вдалеке двух женщин. На некоторое мгновение замер, затем поклонился им и, ни на кого не глядя, двинулся вдоль улицы. Надо было успокоиться, собраться с мыслями, и, сама собой, зазвучала в душе молитва. Восемнадцать ООО выходит у нас новая серия «Каждый Божий день». Все аудиокниги и все рассказы находятся в нашем подвале снизу. Заходишь, и там целая библиотека наших рассказов. Старичок, заходи на пикничок. Каждый Божий день в восемнадцать ООО не пропустите. А на сегодня шо? А на сегодня все. Покедова, споки-ноки. Чпоки. Ага.